Ну что ж, у нас сейчас будет завершение сегодняшнего конгрессной части, не всего дня, потому что мы продолжим с вами работу еще вечером на мастер-классах. Я хочу напомнить вам, что, наверное, уже у каждого из вас есть билет на тот мастер-класс, на который вы пойдете. Конечно, скажу вам заранее по секрету, что у нас будет вестись профессиональная видеосъемка каждого мастер-класса, мы вам дадим ссылку потом на запись каждого мастер-класса. Но тем не менее, тот, куда вот либо вам достался билет, либо куда душа лежала, я надеюсь, что вы уже имеете билет, пожалуйста, возьмите его с собой, потому что, к сожалению, действительно без билета не пустят, поэтому нужен билет однозначно. И у нас будет пять комнат, в которых будет пять мастер-классов, пять разных тем. Я думаю, что каждый из вас знает уже, на какой мастер-класс он идет, и мы действительно тогда будем, скажем так, полировать на практике, на очень четких, практичных мастер-классах те знания, которые получаем уже второй день. Кто-то знание, кто-то просто получает утверждение того, что он все правильно делает, кто-то получает новые идеи и мысли. Сегодня, в течение сегодняшнего дня, мы с вами разобрались с тем, что wellness также является современным бизнес-инструментом лидера. Всю вторую половину дня мы с вами сегодня находимся в блоке, который нам рассказывает о том, какие онлайн-технологии могут помогать нам в развитии лидерства. И самое главное, что заканчивая этот блок, я хочу пригласить на эту сцену спикера, который своими достижениями, которые своими званиями, их закрытием, показывая действительно на практике, что работает основное сообщение, которое все наши спикеры и мы как компания хотим донести до всех участников конгресса и до всех, кто нас смотрит сегодня в прямой трансляции. Не бывает одного работающего инструмента. Также, как всегда, к чему мы привыкли, в использовании онлайн-методов самое важное – это установка взаимоотношений, это собственный бренд, потому что еще с очень давних времен мы друг друга учили, что люди, конечно, идут на Арифлейм, люди, конечно, идут на каталог, на продукт, на бизнес, но люди в первую очередь идут на того, кто их зовет. Это первая визитная карточка, поэтому свой бренд очень важен и самое главное, что баланс того, что мы делаем в личном плане, какие традиционные методы используем и какие онлайн-технологии мы добавляем сюда, вот это и есть ключ к успеху. И на следующий спикер, как раз я уверен, что этому прямое подтверждение. Давайте поприветствуем на этой сцене сегодняшнего завершающего спикера нашей деловой части. Это дважды бриллиантовый директор из города Омска. Давайте поприветствуем бурными аплодисментами. Добрый вечер, дорогие лидеры. Добрый вечер, Арифлейм. Добрый вечер, команда, которая меня видит сейчас в Ютубе, а также все консультанты Арифлейм, партнеры Арифлейм. Каждое выступление начинается с истории. Моя история – это девочки, которая жила в военной семье. Я сменила 17 школ, и каждый раз я была новичок. И кто такой лидер? Это лидер, который постоянно что-то преодолевает, постоянно у него какие-то трудности. Так вот, моя самая основная, самая главная нейрофобия была – это новый коллектив и выступление. И в школе, когда я училась, это каждый раз был какой-то новый класс, я просила преподавателя ставить мне двойку или пересказывать после урока в какой-то стишок. А сейчас я стою здесь, в квалификации исполнительного директора, но поверьте, волнение такое же. Поэтому новички, кто смотрит и говорит, я не смогу выступать, поверьте, это лишь время. Я рано стала самостоятельной. В 17 лет я работала уже на трех работах профессиональной моделью. И в двух, либо в трех параллельно компаниях сотрудничалась с радио. В общем, реклама заключалась договора. В 19 лет я вышла замуж, бросила все и уехала очень далеко из Краснодара в маленький военный городок, поселок Сибирский, 12 тысяч населения. Конечно, я понимала, что модельный бизнес и красота – это здорово, но все-таки должна быть какая-то основная специальность. И мое знакомство с регистрацией в Reflame началось с каталога. Я очень хорошо разбиралась в косметике, поэтому я зарегистрировалась быть только дисконтным потребителем. В своем коллективе я собрала по 10 рублей, 10 человек и говорю, давайте будем просто покупать. Я не любила слово продажи, мне это не нравилось, поэтому я могла хорошо консультировать по косметике, тем более я уже имела опыт преподавания не только дефиле в модельном агентстве, но и визаж, уход за внешностью. Поэтому я рассказывала, как пользоваться косметикой и тут же регистрировала. Так у меня создалась большая база дисконтных потребителей. И в Сибирском, где жила, у нас были самые высокие продажи в филиале и самое большое количество консультантов на жителей. В этом мне помог основной мой партнер Светлана Волкова. Но я очень долго росла. Вот кто-то растет быстро, раз-раз и новые звания, новые звания. Я росла очень медленно, потому что все-таки главный мой фокус был это специальность военного финансиста. И 14 января я открыла квалификацию директора. И для меня очень знаково, что ровно через 10 лет, 14 февраля, я открыла квалификацию исполнительного директора. Магия чисел. Да, наверное, просто каждый себе в голове ставит что-то, какие-то цели и очень хочет что-то добиться. И результат будет. Что получилось с Арифлейм? Если раньше я работала моделью и носила чьи-то платьишки, то в Арифлейм я была участником открытия недели высокой моды. И мне подарили платье от Валентина Юдашкина. Поверьте, это разные вещи, когда ты носишь чью-то одежду брендовую или тебе дарят. Это компания Арифлейм. С Арифлейм я мечтала стать, я мечтала путешествовать. Мне снились путешествия. И именно это, это был фокусом того, чтобы стать бриллиантовым директором. Ну как, в Сибирском 12 тысяч населения, да что? Но когда у тебя есть настоящая цель, решение придет. Мой первый партнер в интернете появился в июне 2007 года. И в 2011 году появилось уже три первых директора, онлайн-директора. И сейчас уже при помощи, ну как, с компанией Арифлейм, я уже посетила 20 стран. И для меня это основная, скажем так, двигающая сила. Также мне нравится тем, что в Арифлейм можно раскрывать все свои разные способности, свои стороны. И я начала развивать сайт, не знала, как это делать правильно. Так же, как и Ютуб, как это делать, что, но на данный момент у меня 1 миллион просмотров на Ютубе. Представляете, 12 тысяч населений, вот возможности интернета, да? 12 тысяч населений, это все замкнуть из пространства. И интернет, 1 миллион просмотров. Все-таки еще как бы одно из достижений, это то, что в компании Арифлейм много миллионеров. И по итогам января месяца, спасибо, курс доллара, потому что вырос, я получила 1 миллион рублей, это был доход в январе. И знаете, была очень такая интересная ситуация. Скажите, кто сдавал отчет, соцстрах, ой, какой-то статистика. Я прихожу в Омск, начинаю заполнять декларацию, и декларацию, какой-то отчет, мне помогают, и есть там графа указать свой доход. И говорю, так, если я правильно понимаю, здесь нужно писать тысячах рубля, да? Да. То есть, 4 500. Она говорит, нет, девушка, 450. Я говорю, нет, так, 4 500. В смысле 4 500? 0, уберите. Я говорю, ну мой доход 4 500 миллионов. Это что, правда? А сидел еще, наверное, человек 5 или 6, то есть, они все подняли голову и смотрели на меня, как динозавра. А до этого был вопрос, что где вы работаете? Я говорю, да, в Арифлейм, там, ну, то есть, заполняли. Потом он говорит, где вы работаете в Арифлейм? Тут же раз опять все подняли голову. То есть, очень интересно смотреть, как люди не верят в том, что здесь можно хорошо зарабатывать. Какие у нас есть успешные методики роста? Я сегодня с вами поделюсь больше практической частью. Расскажу то, с чем мы работаем сегодня на данный момент, потому что онлайн, то есть, то, что вы сделаете сегодня, может радикально отличаться от того, что мы будем делать в следующем квартале, завтра. Потому что у нас сейчас появляется новая система обучения онлайн. И, конечно же, я уже думаю, как ее внедрить. И сегодня будет первая тема, это планка плюс wellness равно результат. Второе, я думаю, что очень важно вам, как правильно запускать YouTube канал, чтобы реально получать этого выгоду. И, конечно же, как использовать все эти системы, все то обучение, которое нам дает компания Арифлейм, как это внедрить в систему. То есть, я буду рассказывать свой опыт. Первая тема, фишка, фишка такая, действительно, которая реально сейчас работает. Планка плюс wellness равно результат. Кто знает, что такое планка? А кто делает планку? А кто делает планку каждый день? Сегодня у меня 69-й день планки, когда я приняла решение это делать. Кто ее делает, знает, что каждый день здесь очень важен. И вчера после мероприятий, я понимаю, что я не смогла сделать ее. Я забыла. У меня спит маленький ребенок с мамой в комнате. Я думаю, где я буду делать? И представляете, а я нахожусь в ванной в туалете. Я думаю, интересно, мой рост позволит мне сделать планку. Вы знаете, главное это то, что если вы дали сами себе обещание, его нужно сделать. И нужно выкрутиться из этой ситуации. Если вы просто сами приняли решение что-то делать. Сегодня приняла, завтра передумала. Сегодня начала худеть, завтра тоже передумала какие-то обстоятельства. Но если вы об этом заявили людям, команде, если вы за собой повели много людей, то вы просто обязаны это делать. Правильно? Планка это классное упражнение, которое позволяет минимум делать действий и получить максимальный эффект. Вот это такие некрасивые очень слайды, но они реальные. Самое страшное для девушки и для мальчиков это ненужный жир. Так вот планка позволяет все это убрать. Я слышала о планке очень много и, наверное, первый раз это было в Китае, когда у нас была конференция. Ну, я не восприняла это серьезно. Но когда мой муж приехал и с такими глазами говорит, я видел своего коллегу-друга, и он за месяц, у него ушел живот, какое-то приложение, мы начали смотреть, мы нашли приложение. Я не говорю, что это лучшее приложение, но это первое попавшееся приложение, которое я начала использовать. И вы знаете, я обалдела от результата. Какие-то 3-2 минуты, 5 минут, это занимает час занятия в спортзале. Конечно же, что я сделала? Я рассказала о своей команде. И команда начала получать классные результаты. Причем в этот момент я не говорила про велнос. Как вы думаете, девушка, которая начинает делать упражнения минимум 2 минуты в день, всего лишь 2 минуты, и смотрит, что буквально за неделю у него по 2 см каждую неделю начало добавляться, что она подумает? О какой-то диете, да? Первый вариант – искать в интернете, что есть, что не есть диет. А второй – просто пользоваться нашей продукцией. Автоматически идет. Здесь не надо кого-то уговаривать. Тут же начинается вспоминать, что у нас есть супчик, коктейль, витаминки. Мои результаты… Здесь почему-то… Нет. А, окей. Минус 8 см талии за 40 дней. И я действительно поняла, что вот эти рельефы, формирование, все идет только одним упражнением. Конечно же, приложение, которое я выбрала, зверское. Я хочу сказать, что когда я делала на 20-й, на 25-й день, я думала, боже мой, разработчик, который его придумал, интересно, он сам это делал, но я повела за собой людей. Я не знала, что будет дальше, а время прибавлялось, прибавлялось. И когда я прошла уже сначала опытный, любитель, ой, атлет, то я поняла, что просто, скажем так, его нужно потом периодически перезагружать. Мы создали два скайп-чата. Первое – это просто те, кто хочет начать заниматься, и второе – это те, которые уже более продвинуты, которые занимаются. Создала таблицы контроля на Google Диске, где люди сами заполняли свои параметры, свои комментарии. То есть, чтобы вы понимали, что в среднем на 14-й день минимум 4-6-5 сантиметров у девочек уходило в талии. Это, конечно же, очень мотивировало. Дальше к этому я рассказывала о системе, при помощи которой вы можете приглашать своих знакомых позаниматься 2-3-5 минут планкой. Соответственно, они также понимали, что им нужна диета или что-то, мы предлагаем тут же, у нас классное решение – это волны завтраки. И вы можете посмотреть. Дальше идет система 5 на 5 на 90, помните, мы говорили, да? 5 и 5 – 25. Так вот, если только будет заказан один продукт, то это уже, посмотрите, да, 156 баллов. Так, да, 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 ну вы, в общем, волнуюсь, простите. Вот, да. И самое интересное, если два ваших, не только вы применяете, да, wellness, но еще и вашего любимого, также вовлекаете в планку заниматься, и также он помогает, употребляет два продукта, то это всего лишь 30 пар, которые заботятся о себе и своем здоровье. И вот вам, пожалуйста, директорская команда. Когда я запустила планку, мы ее не сильно анонсировали, мы ее ввели только для себя. И тем не менее, смотрите, в каждой команде процент товарооборота в wellness увеличился в два раза. То есть если у кого было 15, стало 30. У кого было, ну, смотрите, да, сами, в среднем в два раза. Классно? И это мы еще не запускали. Но самое прикольное, что вот именно чат сплотили мы тем, что есть приложение, и там надо делать каждый день скрин. То, что ты занимался сегодня. И там есть график. Мы начали также публиковать сети. Ну, вот это наши результаты. Надеюсь, вы поддержите это движение, запустите у себя такую фишку, и если вы хотите увеличение процента, да, вот это такая вот была первая фишка. Второе – это YouTube-канал. Это то, что сейчас как бы я развиваюсь, это мое направление. Конечно же, важно это название YouTube-канала, это ваше имя, они такое, Cat Club, еще какой-то, Елена 65. Дальше, ну, понятно, тематика жанра, лучше выбрать какую-то узконаправленность. Не просто Арифлейм, Арифлейм, например, Wellness, Арифлейм-макияж, Арифлейм, что-нибудь, ну, более узкую тему. Камера, штатив, свет при съемке. Очень важен, потому что фотограф, чтобы получить классные фотографии, может часто настраивать свет. И здесь тоже так же важно, потому что можно сделать плюс 10 лет и минус 10 лет. Поэтому поиграйте со светоосвещением, либо просто у окна делайте съемки, это будет идеальный свет, светоотражение. Звук и звукоизоляция, чтобы вам никто не мешал. Монтаж. Существует очень много программ, моя любимая, это Камтазия. Периодичность видео желательно делать один-два в неделю, чтобы была постоянно раскрутка канала, но тоже много заливать не надо, иначе от вас отпишутся. Это то же самое, как Ирэн говорила, неприятно, когда тебе постоянно надоедают. Очень важно, это баннер канала, об этом я тоже записала видео. Не спамьте, это означает, что не приставайте к людям и также в соцсетях, и не говорите, подпишитесь на мой канал. То есть здесь тоже идет своя культура. И еще пункт 12, не заливайте чужие видео. Скажите, честно признайтесь, кто из вас заливал хотя бы один раз чужое видео? Вы можете себе обеспечить бан канала на полгода. Если на вас, ну как напишут, я через это прошла, Надя Санникова на год получила бан по каналу. Вот, кроме того, в поисковике ваше видео, ваш канал будет просто блокироваться, и он не будет раскручиваться. Далее, делайте видео самыми актуальными темами, есть, можно еще сделать видеоответ на чье-то видео. Следующий пункт, это фишка. Когда вы делаете видео, в конце задайте вопрос для обсуждения. Помогите мне выбрать какую-нибудь помаду, либо задайте какой-то, ну, а что вы заказали себе в этом каталоге? Помните, как говорила тоже Ирэн, нужно вызвать именно диалог, чтобы вам писали комментарии, потому что если с вами общаются, то YouTube, он начинает продвигать ваши видео. Следующий, это правильная заливка на YouTube канал, покажу. Дальше, видео надо как-то продвигать. Попросите друзей сделать ссылку, посты на ваше видео. У вас у всех есть большие структуры, поэтому можете через рассылку от компании Reflame, либо если у вас Smart Resport, ну, в общем, через рассылку разошлите, что вы сделали какое-то видео. Знакомьтесь с другими блогерами, общайтесь с ними. Также вы можете делать совместное видео. Посмотрите на канал Наташи, она там рассказывает. То есть обмен подписчиками, помните, как тоже говорила Ирэн, это есть в Instagram и в YouTube, это тоже правило действует. Можно сразу получить не одну сотню подписчиков, обменяться, или тысячи, в зависимости от того, насколько у вас канал раскручен. Продвижение канала. Здесь такая интересная особенность, то, что нужно просто через поисковик найти, как продвигать YouTube канал. Фишек очень много. Нужно просто сесть, разобраться. Очень большая тема, поэтому не буду затрагивать. Изучение статистики канала. Сейчас и плейлисты я вам расскажу. Заливка видео. Во-первых, нужно правильно подумать, как назвать видео. Одна из самых распространенных ошибок моих партнеров, это то, что не подписывается видео. Там нет ничего. Скажите, кто часто бывает так? Залил видео, но пропустил. Есть такие люди, кто именно в описании видео не пишет? Или просто мало, да? Все остальные? Хорошо. Кто делает описание? Обязательно видео. Не просто подпишитесь ко мне, у нас классная команда, а именно описание. Вот по этому описанию YouTube продвигает ваше видео дальше, потому что там все ключевые слова идут. Обязательно пишите ссылки на соцсети. Не просто заходите на мой сайт и там регистрация, да? А как вас найти? Также делайте, можно ссылки плейлистов, ссылки на то видео, которое вы записали недавно. Понимаете как? Если вы будете давать ссылку, посмотреть какое-то видео, это означает, что прошлое видео начинает набирать вес. Чем больше где-то будет ссылок на это видео, тем больше YouTube канал будет продвигать вас и чтобы ваше видео посмотрели люди. Текст оповещения для вашего видео тоже продумайте. Обычно я часто копирую с описания, чтобы все ваши подписчики на почту получили информацию. Дальше. Понятно, социальные сети это очень классно, потому что они действительно продвигают. И даже если у вас всего лишь 50, друзей, но если ваше видео будет там размещено, это значит, YouTube увидит, что на ваше видео кто-то ссылается и это придаст вам вес. То есть, опять же таки, YouTube будет продвигать канал. Делимся. Так, еще один момент. По поводу ключевых слов. Смотрите, вот видео больше 8 тысяч просмотров и посмотрите, сколько мало я всего добавила ключевых слов. Это тоже влияет. Не надо писать много туда именно ключевых слов, лучше их добавить в описание. Обязательно займитесь изучением статистики канала. В среднем мои видео сейчас просматривают ежедневно полторы тысячи человек. То есть, это очень тоже классный ресурс. Вот посмотрите. Вот здесь аудитория, я даже не знаю, сколько человек. Представляете, полторы тысячи. Один раз хорошо созданное видео, отредактированное, залитое по всем правилам. И именно отредактированное желательно вот в программе. Чем будет больше качественнее видео, тем больше потом у вас будет подписчиков. Когда вы только начинаете, не задумывайтесь о качестве. Задумывайтесь от важности и полезности информации. Вы так наберете свою базу подписчиков, а потом будете просто совершенствоваться. Так, что здесь? Ну вот, это слайды были 950 тысяч просмотров. А, дальше. Рейтинг длительности. Тоже посмотрите, есть фишка такая, ой, в статистике. Какие видео смотрят люди? Что их привлекает именно в вас? Потому что у каждого лидера будет своя статистика. Вам нужно изучить будет и понять, чем вы уникальны. То есть вы можете рассказывать об одном, то есть двигать свой канал, свои мысли, а люди будут выбирать совершенно другое в вас. То есть вот здесь вот важно понять. Также есть статистика, это просмотр всего контента 10 самых ваших популярных видео. К ним можно возвращаться и не раз посмотреть, может быть, они... ...способов завязывания полотенцов, или шерфа. 200 тысяч просмотров. Что людям надо? Вот. То есть дальше можно обратно возвращаться к этим видео, в описании что-то редактировать, туда продвигать свои ссылки, то есть возвращайтесь и возвращайтесь. Очень важно правильно оформить ваш плейлист, точнее плейлисты. Нужно подумать, какой первый лист будет первый, когда человек открывает ваш YouTube-канал, какой второй. В этом плейлисте какая очередность видеороликов. То есть здесь нужно все-таки уделить этому очень много времени и именно стратегически подумать, посмотреть прошлую статистику. Ну вот как, помните, я вам показывала, что смотрят вас. Конечно же, фишек по продвижению YouTube-канала очень много. Это я вам просто наметки показала, в какой области вам работать, чтобы, ну скажем так, просто направление. И третий блок, который я хотела вам показать, это график вебинаров и систему обучения нашей команды. У меня не было спонсоров, которые бы мне… Ну, не было спонсоров, а что стоящих рядом, которые бы обучали, что-то делали, пришлось всего, ну что-то выдумывать и постоянно быть пионером, как в планке, да? Я ее начала, но я не знаю, чем это закончится, насколько это страшно. Главное просто действовать и вперед. И если нам компания говорит, что у нас запустились новые модули, курс навыки успешного консультанта, лидера, то есть я просто взяла, мы проговорили с нашей командой, как мы будем все это использовать и сделали в систему. Она на таблице. То есть, когда у нас приходит новичок, у нас система обучения такова, что в дневное время и вечернее, по вторникам и средам у нас презентация возможностей компании Reflame и сразу же идет успешный старт. То есть, что нужно делать. У нас есть очень много записи, видео о возможностях Reflame, поэтому здесь мы учим людей больше даже, не то, что каждый день мы проводим эту презентацию, а чтобы он правильно использовал те инструменты, которые есть. То есть, если это преподаватель и история возможностей Reflame, то есть мы даем преподавателям. Если это студенты, мы даем историю студента и так далее. Дальше у нас также, вот те, кто запускается новички, у нас есть продуктовые дни, скажем так, это вторник. Первая неделя каталога всегда это парад успеха, новые звания, истории, и в каждой истории лидер рассказывает о пяти своих любимых продуктах, которые идут со скидкой в текущем каталоге. Далее, каждый второй вторник у нас идет Академия Wellness и каждый третий вторник это Академия Красоты. То есть, это все вебинары открытые, мы приглашаем всех гостей. Далее, если у нас в основном большая часть это дисконтные потребители, правильно? Да, но есть люди, которые говорят, я хочу работать, тогда мы приглашаем людей по пятницам. И тут запускается курс навыки успешного консультанта. Плюс успешные методы рекрутирования. Я сейчас покажу, как мы их используем командой. Дальше, если человек начинает рекрутировать партнер, у него появляются люди, тогда мы его еще добавляем на вебинары по понедельникам. Здесь у нас идет система сопровождения. Плюс какие-то более усиленные методы рекрутирования для продвинутых. Когда у партнера появляется команда, ему открывается доступ обучения по четвергам. Это система первый понедельник, это сопровождение и работа с командой. Я покажу примерно, как выступают спикеры. Вторая неделя это курс навыки успешного лидера. Его читаю я, плюс самые актуальные фишки. тоже покажу. И третья неделя по четвергам это академия лидерства плюс планерка. 18% либо директорский уровень. Академия красоты. Где мы черпаем вдохновение, какие темы брать? Можете сфотографировать. Опять же все эти темы я взяла с курса навыки успешного лидера, где рассказывается о системе обучения. обучения. То есть партнер смотрит, выбирает свою тему актуальную. Курс навыки успешного консультанта. Обалденный курс. Зачем что-то придумывать каждый раз, развлекать народ какой-то новой темой, если можно просто взять то, что делает компания, то, что сделали вы, вы, самые успешные и быстрорастущие лидеры компании Арифлей. Правильно? Там столько фишек. Я каждый раз смотрю и я нахожу что-то новое. Это очень здорово. У нас, то есть команды, мы просто распределяем количество вебинаров в зависимости, ну как, от товарооборота. Чем больше товарооборот, тем больше на команду вебинаров. И команда, каждый раз команда рассказывает новую тему, они не повторяются и каждой теме идет метод рекрутирования. Это понятно, если список знакомых, список имен, основы, сначала по курсу, а потом, какие можно методы рекрутирования приложить к этой теме. Ну, понятно, офлайн, как можно рекрутировать и онлайн, список знакомых, это соцсети, в каких соцсетях можно знакомых найти. Там, 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 и дальше о наших баранах. успешная работа с каталогом, методы рекрутирования. Опять же таки, чем больше раздали каталогов, сначала появляются клиенты, а потом, что мы с ними делаем, мы их подписываем. И дальше партнер рассказывает о своем опыте работе, о системе рекрутирования, что-то у них получается. Ну, то есть, вот к этой теме мы добавляем систему рекрутирования и так далее. Велнос, опять же таки, рассказываем, берем блок оттуда, как можно рекрутировать. Кто рекрутировал на Велносе хотя бы раз, хотя бы одного человека нашел? Есть, да? То есть, здесь команда рассказывает, как они использовали этот метод. Получается, этот курс сразу классный, уникальный, и говорю, не надо думать, не надо думать что-то нового. Берите и просто используйте и накладывайте свой опыт. Классно, это знаете, как скелет. Скелет один, а что сегодня модно, это уже бренд добавляете новички. Далее. Соответственно, когда у человека появляются новички, партнер должен как-то сопровождать. Поэтому по понедельникам у нас идет вот такой блок. Первая часть это методы успешного рекрутирования топ-5. Вот, например, выступает команда, топ-5 лучших рекрутеров команды, какими методами были регистрации, то есть лидер анализирует, смотрит по структуре, проводит какую-то планерку, выявляет, рассказывает методы, которыми получилось делать регистрации в текущем прошлом каталоге, потому что работая онлайн или оффлайн, постоянно находятся какие-то фишки, и мне важно, чтобы именно самые актуальные рассказывали. Дальше. Запуск новичка. У нас есть дисконтные потребители, поэтому система сопровождения их будет, конечно, отличаться от того, когда запускается партнер. Поэтому здесь есть блок, когда запускается новичок, 21 день, 5 контактов, и есть система сопровождения партнера 21 день, где расписано по блокам, все это есть на сайте, все там шаблоны рассказаны, то есть здесь идет изучение, плюс команда рассказывает, как воспользовавшись этой информацией, они практически сопровождали партнера. Дальше. Когда партнер становится менеджером по четвергам первой недели это блок работающие шаблоны каталога, 21-дневное сопровождение два квалификации, запуск каких-то акций текущих, то есть они дают шаблоны, какие работают сейчас, обзвон неактивных, какой шаблон, поздравление с новым уровнем, какой шаблон команда использовала, дожималки, то есть тебе необходимо там, тебе всего 20 баллов нужно сделать и тогда будешь профи-клубе, премьер-клубе, что это такое, какая скидка и так далее, как увеличить заказ, очень много вопросов, я сделала порядка 50 вопросов, как можно увеличить заказ, то есть какие вы например отработали их акциям каталога использовать, как сопровождаете в группе ускоренного роста, какие проводите планерки, какие использовали планерки, какие методы рекрутирования вашей команде сработали успешнее всего в этом каталоге, то здесь идет как в виде планерки все рассказывается, и чтобы команда представила, какие у них топ-5 лучших лидеров по личному рекрутированию, топ-5 лучших продавцов и топ wellness-продаж, опечатка, блондинка. И второй блок, то есть это идет как бы то, что команда сделала, именно что у них как практический опыт, и также второй блок берется не какой-то, ну какой-то небольшой модуль, просто берется модуль, у нас есть на сайте академия лидера, поэтому просто идет очередность, то есть например в первом каталоге это роли обязанностей менеджера накладывается, во втором каталоге это развитие ключевой команды, то есть и так далее, то есть и потом из каталогов, то есть четыре каталога прокручиваются, потом заново, заново проговариваются, и когда выступают разные команды, поверьте, информация воспринимается по-разному, я помню выступал мой лидер, я слушаю и думаю какая знакомая, тема, смотрю слайды, что-то не то, самое интересное, она перепутала курсы, она взялась другого курса, я буквально две недели или недели назад рассказывала этот блок, но как рассказывала она, это была совершенно новая тема, поэтому просто берете слайды, они готовы, не надо ничего выдумывать, дальше, курс навыки успешного лидера, тоже, это получается на второй неделе каталога, каждый каталог, у вас уже есть тема, которую нужно рассказывать, и конечно же, конечно же, здесь я использую информацию, которую дает нам компания, например, у нас каждый каталог в пятницу проходит топ-вебинар, на котором Наталья Гришаева рассказывает фишки, сейчас это перенеслось на один раз в квартал, но тем не менее у нас есть вебинары от компании, когда нам какие-то инициативы рассказывают, какие-то акции, то есть самые актуальные фишки, что-то узнала где-то, сама где-то обучалась, посмотрела какое-то видео, то здесь я каждый раз добавляю, то есть здесь идет планерка для менеджеров плюс курс навыки успешного лидера. О чем говорить с директорами? О чем говорить с директорами? Опять же таки, берем, открываем раздел Академии лидерства 2 и Академии лидерства 3. Уже есть готовые темы, я смотрю, и каждый раз на эти слайды я просто накладываю опыт. Все очень просто. Еще раз посмотрите, это график вебинаров. Это опыт нас, нашей команды. Я надеюсь, моя информация была вам полезной, и вы что-то взяли для себя. Успехов вам! Новых знаний, новых званий и удвоения в бизнесе. спасибо. Спасибо. дважды бриллиантовый диетра ирина басюк и спасибо большое за твой бесценный опыт за твои фишки систему спасибо большое друзья сейчас нам пришло время подвести итоги этого дня мы сегодня говорили с вами провел нас мы говорили с вами сегодня про то что онлайн инструменты это отличные помощники в развитии лидерством любого лидера и сегодня у нас с вами как мы уже говорили сегодня нас ждет большая практическая работа где вы в зависимости от той или иной темы сможете углубиться несколько более практично в тот вопрос на мастер-классе которого вы будете поэтому сегодня у нас уже не танцы это уже не просто какая-то активность спортивно-велносового характера как было вчера сегодня мы продолжаем работать поэтому если мы с вами посмотрим на наши часы мы увидим время 19.40 без 28 соответственно ровно в 20.40 через час вы по пути отсюда к ресторану увидите уже комнаты которые готовы и оборудованы для мастер-классов которые в них будут проводить там все самое современное оборудование у нас есть час на то чтобы поужинать и ровно в 20.40 в этих комнатах начнутся мастер-классы и пожалуйста не забудьте ваши билеты они действительно вам понадобятся при входе в ту или иную комнату спасибо за сегодняшний день вам всем и до завтра